Итак, присылаем от соперников и первых бойцов в синем углу. Его 26 лет. Рост 175 см, вес 70 и 60 кг. Профессиональный рекорд 7 боев. 6 побед и только одно поражение. Его стиль ММА, дамы и господа, из Барнаула, Россия, Денис Канаков. И его соперник в красном углу. Ему 28 лет. Рост 170 см, вес 70 и 80 кг. Профессиональный рекорд 2 боев. 2 победы. Его стиль Вольная борьба. Из Душанбе, Республика Даджикистан. Встречайте, Тараси Тарапотов. Рефери поединка Виктор Корнеев. Встречайте, Тараси Тараси. Агрессивный настрой у обоих бойцов. Денис Канаков начинает первым номером работать. Небольшая суета в октагоне. Ой, как опасно. Пропустил. Пропустил. Пропустил Тарапотов. Такой жесткий удар справа. Ну, думаю, восстановится. Борьба у сетки. Тарапотов спиной к сетке. Канаков лицом. Работают клинчи. Видимо, Денис Канаков попал в корпус очень жестко коленом. Потому что Файзит Абатов с легкостью упал в партер и отлеживается. Ну, посмотрим, может быть, это хитрая уловка. Тактика такая. Подняли стойку бойцов. Рубятся, рубятся. Стараются друг друга сорубить. Нокаутировать оба бойца. Бескомпромиссный поединок мы наблюдаем. Клинч опять попадание в корпус. От Дениса Канакова. И забирает спину Денис. Питается залезть в маунт. С кавгарда работает Денис Канаков. Файзит Абатов старается защититься. Он встает. Оба бойца показывают характер. Волю к победе. Заряжены. Максимально. Такая была небольшая битва взглядов. И опять клинч. Опять обмен ударами. Жестко сейчас работают оба бойца. Да, жестко, бескомпромиссно. Обмениваются ударами. Занял позицию первого номера Денис Канаков, насколько я понимаю. Но не тушуется. Файзит Абатов, правда, пропустил сейчас жесткий боковой. Формально это легкий вес, но мне кажется, по факту ребята под 80 вышли. Может быть и больше. Может быть и больше. Но оба очень такие атлетичные. Вот сейчас хороший шанс у Дениса Канакова. В глухой защите. Файзит Абатов не стал дорабатывать Денис. Да, но не первый раз уже оказывается Файзит Абатов на настиле. Приглашает. Приглашает. Видимо, это тактический ход такой, я уже говорил. Уловка. Да, прямо в начале раунда. Ну, уже заканчивается раунд. И, видимо, Файзит Абатов надеется на свой грэплинг. Потому что в стойке он пропускает хорошо. Пропускает, да. Очень много. Много пропустил ударов коленом. Очень хорошо всаживает Денис Канаков. Хотя, с другой стороны, обе победы у Файзи нокаутами, техническими нокаутами. Причем в декабре 2015 года он выиграл именно ударами. Может быть, просто с маунта. Я тот бой с Горобцом не видел. Может быть, может быть. Может, нашла коса на камень. Здесь обмен хороший был. Да, очень много, говорю. Очень много работает коленями. Да, где-то, мне кажется, и в печень все-таки попал Денис Канаков. Ну, вот здесь хорошая была ситуация у Дениса. Размашется, работает Табатов. При этом, кстати, иногда все же умудряется попадать на встречу. Вот мы видели эпизод. Но, видимо, неплохо Канаков держит. Потому что серьезный удар на встречу. Его вообще даже, как бы, не поразили никакого эффекта. Есть такое слово, что он камень. Камень. Камень, да. Камень прямо стоит и рубится тоже. Ну, молодцы, парни. Интересный экшен показывают. Зрелищный. Зрелищный, да. Итак, нас ждет второй раунд. Напомним. Файзей Табатов против Дениса Канакова. Поединок в легком весе. Буквально через бой. Главные события сегодняшнего вечера. Мухаммед Берхамов против Шарафа Давлат Муродова. Ну, а сейчас мы ожидаем начало второго раунда. И тогда, мои господа, по завершении первого раунда доктор рекомендовал остановить поединок в связи с рассечением его заверника, физическим нокаутом, тренер-дюшер, через Канакова. И аплодисменты его заверников, Файзей Табатову.